Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Давай. О втором пришествии Христа, кончине мира, всеобщем суде и новой вечной жизни праведных и грешных. Вот такая интересная тема. Эта тема особенно тщательно разработана у всех сектантов и любима ими. Это и Бог Мелдер, Каргаль, Елена Уайт, Карев, А.В. и многие другие, посвятившие этому вопросу почти всю свою жизнь. Написаны десятки томов с большими схематическими вставками, когда придет Христос, где в это время будут верующие и неверующие. Вот ты прочитал Карев. Да Карев. Карев. Ну да. Ты мою фамилию можешь так прочитать, что никогда. Я тебе не буду колесников, а колесников. Колесников. И ты получишь уже из колеса лез. Давай. Дома на больших белых простынях. Дома на больших белых простынях. Дома на больших белых простынях до размера стены они рисуют подробный план периодов восхищений, пришествий эпохи Хилиазма. Тысячелетнее царство. Вся эта эсхатология любимая пища сектантов, как у старообрядцев масонный антихрист. Беседы на эти темы интересны. И я проводил их десятки во всех городах Союза при огромном стечении народа. Трудно найти другую тему, в которой бы сектанты натолкали столько заблуждений и глупостей. Когда они предлагают беседу на эту тему, хорошо немного повременить, как бы не давая согласия. Это еще более разожжет их нетерпение и желание непременно беседовать на эту тему. А нам только это и надо. То есть я показываю, как проходят беседы и так. Представьте, столько времени они изучали эту тему, радовались знанию тайн, сокровенных глубин, предвкушением победы они столько лет строили, вырисовывая картину грядущих событий. Но очень скоро, в течение одного дня, Слово Божие разметает их построение и не оставит камня на камне от их концепций. Особенно изощряется в толковании адвентисты от латинского слова «адвентус» в пришествии. Само основание секты, ее происхождение, зиждется на «откровении» о пришествии Христа. То есть эта секта образована на заблуждении. Прямо в самом основании. Предсказали, в 1841 году явится 21 марта. Он не пришел. Он, Уильям Миллер, сел, начал пересчитывать. На полгода еще откинуть надо, какой месяц попадает-то. Не пришел, разочаровался и вскоре помер. А учение подхватило Елена Уайт. Чтобы секта была на заблуждении, на лжи. Вот так основана, это редко где. На этой теме сгорели и беспоповцы, и русские сектанты-рационалисты, и современные «белые» и «черные братства», и вся тоталитарная нечисть, как Аум Сенрикю и другие. Эти последние, чтобы не выглядеть простыми болтунами, решили заранее подстраховать свои, кавычка, пророчества. Вот так. То есть не приходит Христос. Они газ в зарин в подвал, в метро, и выпустили его, и потравили людей. Кончина света. Если в заранее разрекламированный срок 21 октября Христос не придет по неизвестным им причинам, то они приготовили военный паралитический газ «Зарин» и другие, в кавычках, закуски, чтобы вызвать преждевременные схватки рода Апокалипсиса, начиная с токийского метро. Беседа в втором пришествии длится в среднем 6-7 часов. Еще раз напоминаю о методах введения подобных собеседований. Заранее обговорить все правила, а они немногие, но довольно жесткие. Первое. Вести беседу должен только один из той и с другой стороны, и никто более не должен издавать ни единого звука. Желающие помочь в своей стороне могут подавать записки. Нарушители тишины, порядка, криконы с места сразу же выводятся на свежий воздух. Перед началом собеседования диспута все эти условия объявить вслух и получить согласие слушателей на это. Обычно они согласны, но тут же начинают нарушать это главное правило. Самые воспаленные, пороховые, начинают искрить на своих местах и метать пыль над головами и трясти своей одеждой. Второе. Точно так же часто нарушаемые условия, равное время, отпущенное каждому ведущему. Здесь нужны настольные шахматные часы и арбитры с каждой стороны. Все должно быть за правду, не по нарушку. Как правило, это записывается на много магнитофона. Но когда и во сколько кто начинает говорить и кончать, чтобы это тут же кто-то записывал и еще и сразу на бумагу. Через каждые два часа делать перерывы. Всегда начинать молитвой своими словами, по конкретному вопросу молитвы и молитвы заканчивать. Обычно на этой теме сектанты надеются одержать победу с первых шагов. Места заготовок из священного писания, используемых в беседе у них вдруг оказывается удивительно мало. И когда они израсходуют их все, мы еще только начинаем. Поэтому заранее нужно обговорить третье условие. Когда они израсходуют все снаряды и патроны, а у нас еще и не распечатаны запасы, тогда время у нас не ограничено ничем, доколе мы не сделаем последнего выстрела. Вот так. По этой теме проигрыш их стопроцентный, и православные должны это знать заранее. Эта наша уверенность в победе и молитвенная помощь наших союзников, сидящих здесь, наводит буквально ужас на демонов, и сектанты начинают сильно беспокоиться уже на первой половине беседы. Тема сложная и многоступенчатая. Всегда помните, что все сектанты любят Библию, и по данному вопросу знают, о чем говорят. Помните, что они не признают ничего, кроме канонических 66 книг Библии. Поэтому на время беседы забудьте о соборах, канонах, преданиях, житиях и трудах святых отцов. Ни шагу в сторону от Библии, иначе проигрыш обеспечен. Помню, как мне пришлось по этой теме наизусть цитировать 72 места Библии, а одно место иногда включало в себе целый пакет стихов. Вы можете заранее написать себе их на листике, заложить Библию. Не каждому дается это запомнить. Но заранее подготовить вы сможете. Так, вот это баптисты любят. С ними приятно беседовать. Я говорю о баптистах. Баптистах тех времен. Писание знают, и никаких, чтобы помощи не было, ну, Бог мне давал это. И когда подсчитали... Ёлки-палки. Гоняет одна кошка другую. Вот. А мне пришлось... Ну, ты пошел. Тебя не хватало еще. Вот. А мне пришлось 72 места на память перевести, они по Библии смотрели где-то. Это благодать Божия такая была. Как восхищенно они смотрят, как подходят, хорошие люди. И когда Бог им открывает, это надо видеть, какие лучезарные лица у них делаются. Ну, сто процентов. Пятьдесят лет я беседовал, темы-то разные, а избирают они сами. Ну, и вот так. Считаем. Евангелие от Матфея. Да. 24 до 36. Ну, места можно не называть. О дне же том и части никто не знает ни ангела небесные, только Отец мой один. Дальше. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти. То есть никто не знает. Человек? Человек стремится не только изучать прошлое и исследовать настоящее, но и заглядывать в смысл в далекое будущее. Эти вопросы ставили и апостолы. Через миру трудного для тебя не ищи, и что выше сил твоих, того не испытывай. Если говорится три, тут может быть два. Потому что в интернете в Серахово на одну букву цифру меньше делается почему-то. В течение двух тысяч лет и ныне продолжаются попытки определить время пришествия Христа. Молли вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Вильям Миллер предсказал второе пришествие Христа в 1843 году. Потом в 1844 году и оба раза, конечно же, обманулся. В 1897 году пришествие Христа предсказывалось после Тирасполя. Закапывали друг друга живьем в землю. Вот теперь у меня на эту тему уже разговор был. Я коротко покажу, как понимать нужно. Вот смотрите здесь. Держи. Вот Христос воскрес. Голгофа. Вот на Голгофе сатана скован на тысячу лет. Тысячелетнее царство началось. И оно закончится до кончины мира. Вот кончина мира, общее воскресенье. То есть все за три с половиной года. Вот это сатана скован. Здесь тысячелетнее царство до трех с половиной лет. Ну это на нашем сайте все это есть. Так что такое? Второй том открытым оком. Да. 470 страница. Вот здесь вот что в конце. Страшный суд и одновременно восхищение церкви. Церковь будет в три с половиной года страдать. Всеобщее воскресенье праведных и грешных. Вот такая система. Начало тысячелетнего царства. Пока поговорили, а теперь как беседа идет обычно. Разбор возражений сектантов. Первое. Сектант. О времени пришествия Христа и конца мира истинные последователи должны знать и могут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать. Сектант это не оскорбление. Откройте политические слова, там написано. Сектант называется человек верующий. У которого учения расходятся с верующением церкви. И второе. Отрицает институт священства. Мы все, братья, бойли, трое в лесу собрались и все это уже церковь. Нет. Где нет рукоположенного епископата, это не церковь. Это церковь там, где епископат установлен Христом. А через их руки сходит благодать Божия. Теперь через миропомазание. Дальше. Православный отвечает. Христиане, живущие не во тьме мирской суеты, а во свете Христовой жизни, всегда ожидают его, подобно мудрым девам, с полными светильниками веры. Вот о чем речь идет. Вот это вот. Он отвечает на это места. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Как вор. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чревие и не избегнут. Женщина смеяла, сбегала, схватила живот, бывает преждевременные схватки. Все. Сектант. Раньше второго пришествия Христа должен явиться антихрист, который есть Папа Римский. Это образ истукана. И вот где, что они говорят. Прочитайте Даниила и Откровение. Вот это они говорят. Вот. Вот Откровение нужно еще прочитать Даниила. Ну и второе писание Кисом. Малый Рог. Вот они отвечают. Это 12 миллионов христиан замучено по приказу римских пап. Православный отвечает. Все хитросплетения адвентистов и других еретиков доказывают, что пришествие Христа близко, ибо появилось много еретиков. Вот так. Антихрист не есть целый ряд личностей римских пап, но один человек греха. Человек, не человеки. Человек, он один. А не человеки. Сын, а не сыны, погибели. Сын погибели он называется. 2 Фессалоникийцам 2 глава 3 стих. Сам Господь говорит, придет иной, а не иные. И Иоанна 5, 43. Я пришел во имя Отца Моего. И не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Антихрист, одна личность, в одно определенное время явится. Того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. Того, не тех, а того, которого, а не которых. Ну тут вообще и откровение. И Иоанн сделает. Иоанн сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку. Ну понятно, что мудрость, то другое, но... Но римские папы печати не имели и на правую руку католикам не налагали. Адвентус, пришествие адвентисты каждый день читают за год, а это неверно. Откровение это 42 месяца, 3,5 года, время царствования Антихриста. Время. Время, времена, полвремени, год плюс два года, плюс полгода. Время это год, времена, два и плюс полгода. В Писании ясно говорится, что Антихристу дана власть действовать 42 месяца, то есть 3,5 года. Откровение 13 глава, 5 стих. По попущению Божию 3,5 года будет иметь власть хулить Бога и излоблять святых. Андрей Кистарийский, 4 век. Сам Спаситель говорит, что последние бедствия людей будут непродолжительными. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. В Откровении говорится, что дьявол сойдет на землю. В сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Христос убьет Антихриста духом уст своих и истребит явление пришествия своего. Второй с филосоникицем 2,8. Папта существует с 538 года. В 1798 году Папа Римский был взят в плен французским генералом Бертье. Сектанты почему-то не говорят, что они своей реформацией и своим мучением разрушили папство. Сектант. Не менее ясными признаками второго пришествия Христа и кончины мира, говорят адвентисты, служат исполнившиеся пророческие указания на мировые явления в природе и на религиозно-нравственное состояние современного человечества. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблется. И солнце стало мрачно, как лосеница. И луна сделалась, как кровь. Это исполнилось в ангелии в 1770 году. Это они говорят. Звезды спадут с неба. Это было 13 ноября 1873 года. Звездный дождь шел 3 часа. Православный. Обычное затмение солнца, луной, вовсе не служит признаком своего скорого пришествия Христа. Это совершенно естественное явление, предсказуемое учеными. Библия говорит не о затмении, но солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблется. Святое Писание разумеет окончательное прекращение света от солнца и луны и общий мировой переворот во всем мире одновременно. И начнется все после одной общей для всего человечества великой мировой скорби, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Но такой скорби еще на земле не было, и слава Богу нет. В последние дни будет упадок веры всеобщей и любви между людьми. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Видите, как вот силы небесные поколеблются, я объяснял сегодня. Это Херувимы, Серапимы будут спрятаться за колеса небесной славы, о которой Иезекииль говорит. Такая страшная участь будет грешников. Святое Писание разумеет окончательное прекращение света от солнца и луны и общий мировой переворот в этом мире одновременно. Начнется все после одной общей для всего человечества великой скорби. Считал уже. Дальше. Наконец, там Христос сказал, что все указанные бедствия еще не означают кончины мира, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, все же это начало болезней. Сектал. Конец мира наступит не тот час после пришествия Христа. Сперва живут только праведники и будут царствовать со Христом в одну тысячу лет вместе с оставшимися в живых святыми. И откровение вот это вот считает. Откровение двадцатая глава. А живые и нечестивые будут с сатаной ввержены в темницу, где прибудут с ним вместе одну тысячу лет до начала страшного суда. Видите как. И откровение считает уже. Он взял дракона, змея древнего, которой есть дьявол и сатана. Вот так даже православно отвечает. Христос никогда не учил о тысячелетнем царстве, а учил, что тотчас после его пришествия произойдет страшный суд. Наступит конец видимого мира и разум. Навсегда определится участь праведных и грешных. Жатва есть кончина века, а лжнецы суть ангелы. То есть флевелы и пшеница растут до жатвы, до жатвы. Это никуда притчу не денешь. Никаких восхищений раньше за тысячу лет не будет. Тогда праведники воссияют, как солнце, так и Христос в царстве Отца их. Дальше. Так и Христос, однажды принесший себя жертву. Ну дальше понятно. Евреям прочитаете. Иоанна, не дивитесь ему, 1 Коринфянам. Просчитайте просто. Потому что это слово Божие, можно понять. В последний день. Почитаем. В последний день будет воскресенье праведное. А не за тысячу лет. А в году 365 дней. Тысячу лет это сектанты ошиблись. 365 тысяч дней. А воскресенье? Считай. Воля же пославшего меня Отца есть та, Чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Но все то воскресить в последний день. Ну кого? Праведников. Воскресить в последний день. Подчеркнем. Воля пославшего меня есть та, Чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскреши его в последний день. В последний день. Ну что его? В последний день что спорить будем? А то что два свидетельства нам, кажется, не хватает. Дальше. Никто не может прийти. Никто не может прийти. Никто не может прийти. Дену. Ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. Так, три раза. То есть как воскресить? В последний день. Праведники воскреснут. Не за тысячу лет до последнего дня. Последний, то есть все. День последний, календарь кончился. Тут толковать вообще нечего. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. В четвертый раз последний день. Ну, за последним днем, за последней копейкой, за последним километром. Ничего дальше нету. Все, кончился путь. И дальше. Марфа сказала ему, зная, что воскреснет воскресенье в последний день. Ну, в последний день, значит, она знала, как Христос учил. В последний день. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Это уже воскресенье, а здесь о суде. То есть в этот же день будет и суд. Вот оно. 35,5 годов. Всеобщее воскресенье праведных и неправедных. Воскресенье и страшный суд. Все здесь сказано. Сколько там мы посчитали в последний день? Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз. Шесть раз в последний день. А что не в последний день, а поврось воскреснуть нигде. Этого нету. А что первое, второе воскресенье, это так понятно. Первая смерть какая? Вкусишь, умрешь. В тот день Адам умер. А теперь сын мой был мертвый, ожил. Пропадал, нашелся. 2,5. Кефесянам говорит. И нас, мертвых, по преступлениям, ожетворил, воскресил, посадил на небесах. Дальше. Умирает все, и праведники, и грешники. Все, следовательно, и оживут, как грешные, так и святые для суда над ними. Таким образом апостолы и сам Христос учили об одном и одновременном будущем воскресенье для суда. Праведных и грешных, который будет в последний день перед кончиной мира, учили об одном небесном царстве и никогда не учили о третьем его пришествии. О том, что грешники не воскреснут, что будет две смерти и два воскресения, это есть выдумка отпавших от православия. Да. Первое, это духовное падение Адама, от него духовное воскресение. А вторым называется, это смерть тела и когда душа будет брошена в ад. Заблуждаетесь, не зная писаний, ни силы Божия. Нигде в Библии нет ни намека на три пришествия Христа. То есть один раз Христос пришел, родился, второй раз придет за церковью, а третий раз, как они учат еретики, что придет судить мир. Я повторяю, в конферсе динаминации этих слов нет в Библии. Вместо них везде должно стоять слово ересь, еретики. Ересь, еретики, церковь и ересь. Да. Как же понимать слова откровения, что сатана будет связан на одну тысячу лет, и что грешники не воскреснут, а лишь праведники, которые будут царствовать со Христом в одну тысячу лет? Ответ. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей, и выйдет обольщать народы. Вот это, он развязан за три с половиной года до суда Божия. Находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их как песок морской, и вышли на широту земли. Это понятно, смерть и ад повержены в озеро, а смерть вторая. И говорится о смерти второй, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. Вот он впереди написан. Как существует две жизни, плотская и духовная, так точно существуют и две смерти, одновременная и естественная, а другая вечная, духовная. Когда люди еще здесь умирают нераскаянно, для вечной жизни, в грехах к смерти. Вот где насчитать про этого? И хвили на Духа Святого. Вот без места. Равным образом существуют и два воскресения. Первое воскресение в таинстве крещения, верою в Бога. Ну а второе вот оно где. Вот нерукотворенным обрезанием, а в обрезании указано на крещение, обрезание, быв погребны с ним в крещении. Ну и считайте киписяном, мертвым по преступлениям, оживотворил, воскресил. Где? Ну в крещении, когда уверовал человек. Сам Христос говорит, что всякий верующий перешел от смерти в жизнь. Ага. Дальше вот какие места? Это православный должен эти места просчитать. И бытие. Ибо в день, который ты вкустишь от него, в смерти умрешь. Духовная смерть, отступление от Бога. Это первая смерть. А первой смерти духовной должно быть и духовное воскресение. Первое по счету. Второе воскресение с телом для суда и получения вечного воздаяния. Вот эти места надо просчитать. Вот дальше. Ибо всем нам должно явиться присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живя в теле доброе или худое. Всем надежит. Так, выражение. Выражение связать сатану значит уничтожить его власть, что уже исполнилось, как говорят апостолы Петр и Иуда. Смертью смерть попрал. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал влюсти на суд для наказания. Матфея 12. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его. Дальше. Иуда и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. То есть он уже связал его. И дальше. А как дети причастны к плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. То есть лишил его смерти? Нет. Если он и не лишил, то это не Христос был. 1 Иоанна 3.8 Для сего это явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Если он не разрушил, то был не Христос, а обманщик. Иоанна. Иоанна, да. И он пришед облищить мира суде, а суде же, что князь мира сего осужден. Вот оно что. Он осужден уже, все. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изнан будет вон. Что еще показывает-то? Как Христос мог бы сосуды расхитить? Вот здесь прямо говорит Матфея 12 главе. Сходил он туда, сходил, расхитил, душу вывел, вывел, значит связал. На тысячу лет связан. А также в других местах. Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ничего не имеет, то есть воскресенье дыха. Отнял силу начальств. Властей властно подверг их позору, восторжествовал над ними с собой. Да. Христос разрушил смерть, и все нетление разрушил. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы из попротивящихся могли обитать. Плен, то есть пленных из ада вывел-то. Я просто все места показываю, откуда это взято, какие места. Поглючена будет смерть, вот она где. Вот власть ада искупил тебе, где? Дальше. С момента связывания сатаны. Связан на Голгофе сатана. Наступает тысячелетнее царство, время евангельской проповеди, и заканчивается за три с половиной года до кончины мира. Вот она где, вот за три с половиной года, и все. Очень простая схема. Христос воскрес, одна линия, и до страшного суда. А тут отрывок три с половиной года, великая скорбь. Когда церковь будет, ради нее сократятся те дни. Дальше. А выражение тысячелетнее означает, что в писании точного времени, а большую. Больше. А большую, но неизвестную для нас продолжительность времени. Словом, тысячелет означает множество, но отнюдь не точное. Время, например, исход двадцатая глава. Тысяча родов, значит много. А сегодня какой тысячу-то родов? По двадцать пять лет это двадцать пять тысяч лет, а всего только семь тысяч пятьсот прошло. Есть и другие примеры второзакония, песни с ней. Вот это все прочитать надо, запомни. Перед ночами твоими вот говорит. Ибо перед ночами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. В Господа один день, как тысяча лет, тысяча лет, как один день. Как же понимать слова откровения о тысячелетнем царстве Христа? Это тысячелетнее царство Христа нужно относить к продолжающемуся здесь, сейчас на земле царству среди верующих. От его славного воскресения до второго его пришествия и суда над миром. До пришествия Христа на землю было царство дьявола. А с момента связывания сатаны начинается тысячелетнее царство Христово. Ну вот дальше вот здесь читайте. И христианам вот эти вот места прочитайте. Прочитайте. И потом откровения. Еще раз прочитайте. Вот оно. Поясняем. Господь наш Иисус Христос победил дьявола. Основал церковь свою. Места Писания. Которую не одолеет никакая ересь. Дальше. Влаженный. Он Господь Бог наш по всей земле суды его. Вечно помнит завет свой. Слово которое заповедовал в тысячу родов. Дальше. Влаженный Августин и другие лучшие толкователи понимали так. Откровение 12 глава. Ангел имеющий ключи от бездны и заключающий туда связанного имя дьявола это ангел Христос. Вот. А почему Христос? А вот откуда. Малахий говорит. Малахий 3 глава 1 стих. Своей властью разрушивший дело дьявола. Дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. Вот. Все доказано. И на место его царства, из которого он был изгнан вон, пришел, создавший свое благодатное царство Иисус Христос, в который стали непрерывно входить его истинные последователи, воскресшие духовно крещенные. Итак, мы погреблись с ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам входить в обновленной жизни. Угу. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Тысячелетия, в течение которых будет связан в своих губительных действиях дьявол и непрерывно будет продолжаться царство Христово, означает то же, что тысяча родов. Это весьма продолжительный, неопределенный период до скончания века. Все люди тогда, в последний день, вселенной воскреснут телесно, а первое воскресение для уверовавших и принявших крещение, это воскресение душ через принятие Христа в свое сердце, принятие крещения, вход в церковь. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой в сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ожил, мертвый был, ожил, то есть уверовал. Нас, мертвых по преступлениям, воскресил. Малое время, на которое по истечении тысячелетнего периода дьявол будет освобожден, означает непродолжительность владычествования антихриста, три с половиной года. После чего последует воскресение из мертвых, всеобщее. Тысячелетнее царство Христа существует теперь, началось же, но после воскресения Христа. Сегодня ставится печать, невидимая на верующих святым духом. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всем местностях, совершающихся среди него, сделай знак. А на неверующих сатаной. Последние три с половиной года антихрист может вставить печать и телесную, видимую. Так идет подготовка к печати через принятие ННН. А потом будут вживлять чипы, или еще как-то вставить и нестребимый знак. Святые отцы об антихристе говорили. Что именно? Ирин Леонский, будущий отступник и разбойник, он, антихрист, захочет, чтобы поклонялись ему как Богу. И будущий раб захочет, чтобы его провозглашали царем. Он, получив всю силу дьявола, придет в не как царь праведный, законный, состоящий покорностью Богу, но как нечестивый, неправедный и беззаконный, как богоотступник, злодей, человек-убийца. Святой Кирилл Иерусалимский. Сатана, зная, что не будет ему уже прощения на суде, не через служителей своих, но сам, наконец, явно воздвигнет брань во всяких же знамениях и чудесах ложных. Святой Ефрем Сирин, 4 век. Явится Христос на облаках со святыми ангелами. Судить живых и мертвых и воздать каждому по делам ему. Ибо действительно страшно Христово во славе пришествия. Чудное дело, Христолюбцы, что небо внезапно раздирается, земля изменяет свой вид, мертвых восстают, земля представляет тело человеческое, какие приняло его. Не оказывается даже недостатка в человеческом волосе перед судьей, потому что каждого предлагает Бог в нетлении. Все приемлют тело сообразно собственным делам своим, и от концов земли ведутся все на суд. Тогда, братья мои, Христолюбцы, все человечество будет стоять перед Христом. Вот у нас материал тут насчитан такой о масонстве. И вот это Ефрема Сирина считает Геннадий. Тогда был Геннадий Михайлович Яковлев, стал иеромонахом Григорием, которому голову Кришна повелел отрезать, и отрезал один Руслан. И бросил на престол. И он считает, ох и считает здорово. Ну, не так считает. Сейчас мороз под кожей. Святой Анзлатоуст, тогда явится знамение Сына Человеческого, то есть крест, который светлее солнца. Вот что такое знамение. Так как солнце помрачается и скрывается, а крест является, он не явился бы, если бы не был гораздо светлее солнечных лучей. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, подобно тому, как, если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать сам камень или окровавленные одежды. О воскресении, безусловно, всех людей, одновременно и притом только в последний день истории человечества, и праведных и грешных, учили все отцы и учители Христовой Церкви, говоря, что все люди воскреснут с теми же телами, какими жили на земле, но только тела эти будут уже нетленными и бессмертными. О вечности грешников Игнатий Багоносис учил, что всякий лжеучитель, как скверный, пойдет в негасимый огонь, равно как и тот, кто слушает его. Святой Иустин Мученик, философ, пишет, «Мы научены, что те только достигнут бессмертия, которые приближаются к Богу, святостью жизни, добродетелю, а те же, которые живут неправильно и не раскаиваются, мы веруем, что они будут мучиться в вечном огне. Одних Бог сделает нетленными, бессмертными, беспечальными в вечном и нерушивом царстве, других пошлет вечный огонь». Святой Иоанн Златоуст, «Здесь счастье и несчастье имеют конец, но там и то, и другое продолжатся в бессмертные века. Если они, грешники, оканчивали свою жизнь, то это происходило не от того, что душа их совершенно была истощена, но от того, что тело перестало служить ей. Так что, если бы тело не отошло от души, то душа не перестала бы страдать, потому что тогда душа получит нетленное тело, когда ничто не помешает мучению ее продлиться в бесконечность». «Грешники будут мучиться вечно». Ну вот, материя, прочитать просто, где это. Исайя будут выходить дальше. Даниил говорит об этом, что… Вот Матфея, прочитайте. «Вержен в огонь вечный». Матфея, 25 глава, об этом говорит. «А дьявол, прельщавший их». «Вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков». Это одно место Библии, говорит, день и ночь во веки веков. То есть уже никак нельзя сказать что-то другое. Ну и Лука говорит об этом дальше. «Люди не могут знать точного времени пришествия Христа и кончины мира». Вот почему Матфея нужно считать, ни дня ни часа. Второе Петра явится, как он. Дальше о временах, сроках говорить не придется. Дальше деяния. Антихрист. «Антихрист будет из колена Данова». Бытие, 49 глава. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом для пути, уязвляющим ногу коня. Так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Амос. Вот Амос говорит. И дальше люди будут клясться и говорить «Жив». «Жив Бог твой, Дан, и жив путь Версави. Версави. Вот он... Они падут уже и не встанут». Никогда бы не подумал, что Версави. Сейчас ты эту предверевку плетешь языком. «Ибо уже несется голос от Дана, и гибельная весть из горели прибыла». Все везде о гибели, говорится, Дан. И дальше. «А Дана слышен храпко не его, от громкого рожания жребеца». И откровение, седьмая глава. «Вся с первой по восьмой стихи. Среди спасенных данного колена отсутствует, как считается, потому что из него происходит антихрист». Вот такой ответ. Это краткая-краткая беседа. У меня беседа уже была такая составлена. Но не так, чтобы межсектанты... А вообще? То есть еще раз посмотрим, что. Христос воскрес. И вот здесь начало тысячелетия от царства. «Ибо смертью решил силы имеющую державу смерти». Вот здесь пришествие Христова. Восхищение церкви. Это все одновременно. И Страшный Суд это сразу начинается. Не так, что восхитится церковь, тысячу лет начнется. Это бред просто. Три с половиной года церковь. Плевелы, пшеница, дождь жатвы. Жатва кончинного века. Мы смотрели шесть раз, говорится, в последний день. Все на этом. Благодарю. Спасибо, Христос. Слава Божию. Ну, вставай, Мурка.